Уже совсем стемнело, но Вика не зажигала свет. Тихо сидела у стола и плакала, закрыв лицо руками. Её плечи поддрагивали, желудок давно просил есть, но ей было всё равно. Обидные слова матери не шли из головы. Скорее всего, молодая женщина и знала, что мать права. А началось всё примерно с год назад, когда её мужа офицера отправили в Афганистан протягивать руку помощи братскому народу, как сказал муж. Только вот выходила сия услуга помощником боком. Сколько вон вернулась оттуда инвалидами да в гробах, не пересчитать. Но что Виктория могла поделать? От её желания, чтобы муж не поехал туда, ничего не зависело. Они с Игорем прожили уже три года в браке. Жили в согласии, любили друг друга. В планах было завести ребёнка, но теперь этот вопрос был временно снят с повестки дня, до возвращения мужа. Игорь уехал. И для Вики потянулись долгие дни и ночи ожидания. Кому доводилось ждать с войны мужа или жениха, тот поймёт молодую женщину, которая, бросая все дела, выбегала за калитку, завидев в окно, что по улице идёт почтальон. Чаще всего зря. Муж писал редко, видимо, времени особо не было. Кому-то, может, письма мужа показались бы сухими. Но не Вике. Она чувствовала, как муж скучает по ней. Она даже молилась у иконы Богоматери, которая досталась от бабушки, чтобы муж вернулся домой живой. Как-то Вике приснился сон. Она стоит на берегу какой-то реки, а муж с противоположного берега пытается перейти реку вброд. Но всё никак не может дойти до берега, на котором находится Вика. А она, в свою очередь, не может почему-то войти в воду, как не пытается, словно не пускает её кто-то. Сон её несколько напугал, хотя она отмахнулась от него. Мало ли что приснится. Всё из-за нервов. А через три дня молодая женщина получила извещение, что её муж, капитан Васильев И.А., выполняя интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, пропал без вести. Вике тогда показалось, что земля ушла из-под ног. Странно. Она могла раньше расплакаться из-за какой-то ерунды, а теперь и слезы не уронила, словно окаменела. Утром механически завтракала, также механически шла на работу и возвращалась домой. Ей сочувствовали, а она лишь кивала головой. И самой казалось, что всё это происходит не с ней, словно смотрит на всё это со стороны. Правда, на работе в детском саду она немного оживала. Своих воспитанников очень любила. Но дома вновь наваливалась тоска, и Вика стала больше времени проводить дома у мамы. А теперь вот они поссорились. Хотя чему удивляться, дело к тому шло. Примерно через полгода после того, как она получила извещение, её мать стала заводить речь о том, что жизнь продолжается дальше, что Вика ещё очень молода. «Мама, а к чему ты клонишь?» – насторожилась дочь, хотя и сама понимала, о чём речь. Вика была привлекательной женщиной, и мужчины довольно часто оказывали ей знаки внимания. Но она не замечала их. Зачем они ей? У неё и есть муж. «Я всё понимаю, Вика, но прошло ведь уже полгода. Что гревать уж, раз так случилось? Надо дальше жить. Присмотрелась бы ты к кому хоть. К тому же Кольке, соседу нашему. Из себя парень видный, холостой, дом поставил хороший, зарабатывает. Да он по тебе со школы сохнет. Это было правдой. Одноклассник Колька оказывал Вике знаки внимания даже после того, как она вышла замуж. То предложит на машине подвезти, то на улице остановит и заведёт разговор, отпуская комплименты. «Мама, мне не нужен никто! Муж есть!» – твёрдым голосом произнесла дочь. Конечно, муж мог и погибнуть, но Вика твёрдо знала. Игорь жив. Случись с ним, что мгновенно почувствовала бы. «А раз жив, то к ней вернётся и с ней будет!» Слово за слово да поругались. И Вика убежала к себе. Поплакав, она отправилась к местной гадалке – бабке Матрёне. Бабка Матрёна очень сильно напоминала внешне бабу Ягу из сказки Морозка. Но не в пример ей старуха была добрая. Сколько ей лет не знал никто, как и то, есть ли у неё родные. Матрёна поселилась в их посёлке после войны. Пришла откуда-то, да так и осталась в посёлке их. К ней нередко обращались местные жители. Бабка умела лечить травами, догадать. Старушка встретила её приветливо, даже чаем напоила. Разливая свой чай на травах, хозяйка сказала. «Ты на мать-то зла не держи. Переживает она о тебе, добра хочет. Только ведь добро не для всех одинаково. Сон твой тебе в руку был. Муж твой весточку подавал, что жив». После чая бабка Матрёна раскинула на круглом обеденном столе свои старые карты. Посмотрела на них и произнесла. «Живой твой муж, не слушай никого. Вижу, раненый был, но живой и сейчас. Так что не рыдай, жди мужа». Потом помолчала и произнесла. «Да и ты не из тех, кто ждать не будет». Вика ушла из её дома, ободренная словами хозяйки. Но дома снова потянула на слёзы. Проплакала вечер и ночь. Но твёрдо решила ждать мужа. Чувствовала, сон её был правдивым. Да и бабка Матрёна, насколько ей было известно, не ошибалась в своих предсказаниях. Игорь вернулся через месяц. После того, как бабка Матрёна погадала ей. Муж просто вошёл в их дом. Увидев его, Вика выронила чашку на пол и сама едва не потеряла сознание. Муж кинулся к ней, и они долго стояли молча, обнявшись. Здесь все слова были лишними. Муж потом рассказал ей, что был тяжело ранен, попал в плен к маджахедам. А через несколько месяцев лагерь, в котором содержались военно-пленные. Освободили советские войска. Вика рассказала мужу свой сон. Он спросил, помнит ли она, в какой день это произошло. «Да разве забудешь?» Вздохнула жена, положив ему голову на плечо. «Пятое февраля 1983 года. На всю жизнь запомнила». «В этот день был бой, в котором я получил ранение и попал в плен». Вздохнул муж. «Наверное, потому в твоём сне я шёл и никак не мог дойти до тебя». «Наверное, потому в твоём сне я шёл и никак не мог дойти до тебя». «Наверное, потому в твоём сне я шёл и никак не мог дойти до тебя». «Наверное, потому в твоём сне я шёл и никак не мог дойти до тебя». «Наверное, потому в твоём сне я шёл и никак не мог дойти до тебя».